Вообще, на самом деле, это только мы производим впечатление идеальной пары, а когда мы в первый раз увиделись, мы друг другу настолько не понравились, вообще просто, я хотела уйти, а Славик, он приехал на вокзал, он даже стал карабкаться в вагон, чтобы уехать. Но потом так случилось, что надо было знакомиться. И знакомство у нас было, мы сыграли в шахматы. И я его удивила тем, что он не смог у меня выиграть в шахматы. Он говорит, да, он неплохо играет, но он же не знал, что я профессионал. И тут вот все вот так вот и случилось. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Под их струн» и я, ее ведущий Анатолий Длузский. Как всегда, мы говорим об авторской песне. Программу мы делаем вместе, поэтому вы можете высказать свои мнения, задавать нашим гостям вопросы, свои комментарии оставляйте на сайте 3belarus.by. А также присылайте смс-сообщение, мы будем очень-очень рады. И сегодня у нас в гостях творческий семейный дуэт Зоя Гарина и Слава Коваль. Зоя – это поэтесса, это автор-исполнитель, а Слава – замечательный композитор и музыкант. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. А давайте начнем с какой-то песенки такой, которая была бы преамбулой ко всему нашему разговору, чтобы зритель к вам привык, и вы как-то привыкли. Какую песню вам хочется сейчас спеть? Мы споем песню «Мой мир». Это песня, которая рассказывает о том, каков мир у творческого человека внутри, и каков мир на самом деле, да. И давайте их не путать, давайте жить только тем, что у нас внутри. Песня называется «Мой мир». Я так чувствую, что у нас сегодня передача будет вообще, ждет что-то необычное. По началу. Как Зоя, вы так зажигательно так вперед пошли сразу. Конечно. Слава, за Зоей вместе. Мой мир с огромным небом и луном, Мой мир с густым туманом над рекой, С полоской леса вдалеке, С росой на синем васильке, В полях среди спелых колосьев. Мой мир фиалка на моем окне, Мой мир с сиянье радуги в дожде, В твоих глазах, твоих руках, За вкусом меда на губах, От нежности твоих поцелуев. Но пустой и едкий дым сделал этот мир совсем другим. Между небом и землей дым сплошною серою стеной. О-о-о, нет земли, нет небес, Только мир мой нет, он не исчез. Мир мой в сердце моем, Мир мой в сердце твоем. Мой мир, полет голубки в синеве Мой мир, дрожащий лучик на стене В раскатах первых майских гроз В прозрачных крылышках старикоз кружащихся Над белой ромашкой Мой мир, летельный танец зимних вьюг Мой мир, струнный гитарный мягкий звук К моей щеке твоя ладонь В помине пляшущий огонь и угольки Как теплые звезды Кто-то твердою рукой Мир посыпал пеплом и золой Русло высушил рек Сделал грязно-серым белый снег О-о-о-о-о Мир одетый в камуфляж Это мир не мой Нет, он не наш Мир мой, крылья мои Мир мой, крылья твои О-о-о Eu-е-е-е-е-е-е-е-е Браво! Аплодисменты, несмолкающие, бурные. У нас такого в студии никогда еще не было. Это полностью авторская песня. Это песня нашего дуэта. Гениально! Просто я хочу извинения принести, что, Зоя, для вас эта студия очень маленькая. Вам хочется крылья расправить, да, лететь. И такая песня замечательная, такая масштабная. Здорово! Спасибо вам большое. А вот о творческих дуэтах вот что сказал Олег Митяев, вам известный. Почему-то мне кажется, что творческие устремления нельзя объединить. Мне кажется, что это индивидуальное, даже интимное дело, как вера в Бога. Что вы на это скажете? Вообще, как бы, творчество – это человек, это просто вдохновение определенное. А то, что нас, как бы, соединило, да, мы приложили все усилия, скажем, там, допустим, у нас ребенок есть маленький, у нас мы начали писать, она начала там стихи писать. И вот весь этот процесс ежедневный, скажем, он уже втянул в эту нашу, скажем, в такую семейную жизнь. И это, в общем-то, уже вот наша та жизнь, которая внутренняя, семейная, и она существует. Она уже единая, единая, да. А есть вот такое, что все-таки семейная жизнь вмешивается в творческую жизнь? Или все-таки творчество главнее всяких разборок? Знаете, это, знаете, как отдельная жизнь. Она не может вмешиваться или не размешиваться. Она вот или есть, или есть, как муза. Давайте тогда к песню, которую вот вы приготовили, или которую хочется вам сейчас спеть. А вот давай споем «Ты и я». Песня «Ты и я», да, она была написана, скажем, я хотел сделать сюрприз Зои в день рождения. И там, когда в припее я пел «Зоя», ну, с меня там, скажем, там автор текстов слабый очень, да, вот. И она была там, скажем, утром, я и спел эту песню. Но она потом переделалась стихи, и вот что из этого получилось. Давайте, интересно очень. Ты и я, ночь и день, Ты и я, свет и тень, Ты и я, дождь и зной, Почему я с тобой? Ты и я, тень и свет, Ты и я, тень и свет, Крик, ну да, эхо нет, Ты огонь, я вода, Ты со мной навсегда. Просто нам друг без друга не бывать, Просто бывает нечего сказать, Но ведь для сердца не важны слова. Просто бывает сно и холода, Просто бывает встреча навсегда, И это истина, как мир стара. Ты и я, два луча, Ты и я, два меча, Две горы, две звезды, Там, где я, там и ты. Ты и я, смех и плач, Властин и палач, Мы, как сталь, как броня, Там, где ты, там и я. Просто нам друг без друга не бывать, Просто бывает нечего сказать, Но ведь для сердца не важны слова. Просто бывает сно и холода, Просто бывает встреча навсегда, И это истина, как мир стара. Ты и я. Браво! Браво! Настолько органично все это сплелось И вы, и стихи, и музыка. Зоя, вас не приглашали в театр, в кино? Я в театре играю. Да? Да. Потому что чувствуется, Вы Эдит Пиаф должны играть. Я играю в Эдит Пиаф. Да? Да. Я экстрасенс. Да. Потому что настолько... Просто опытный человек. Нет, слава. Дело в том, что настолько идет энергия Какая зажигательная, здоровая, Крепкая, сильная от вас. Это все вот, и как вы дарите, как легко. И заметно что-то профессиональное. И кино мировое, я думаю, Что мама потеряла очень много, Потому что вы не снимаетесь в кино. Спасибо вам большое. У нас очень много приходит на наш сайт Вопросов, да, от наших телезрителей. Я зачитаю, потому что телезрители Для нас это самое главное. Хорошо. Мы должны отвечать на вопросы, Которые они нам задают. Алина. Зоя. В конце 90-х вы получили заманчивое предложение На запись диска собственных песен От французского аранжировщика и композитора Эрика Важелена. Да? Да. Но диск так и не был выпущен. Вы сами отказались от этой работы Или были другие причины? Я не отказалась от этой работы. Я получила предложение. Я поехала реализовывать это предложение. А извините, а как он вас нашел? Как он вас услышал? Ой, это долгая история. Я даже не стану рассказывать. Ну, просто вот так вот сложились звезды. Да, звезды сложились, да. И я была в Париже, и мы действительно писали. Вся проблема в том, что мы плохо понимали друг друга Именно вот не духовно, а именно смыслово. Потому что русский язык – это очень богатый язык. В нем очень много оттенков и очень много эмоций, да. Француз, он воспринимал мои тексты, скажем, Как-то очень поверхностно, да. И получилась, в общем, такая легенькая диссонанс большой Между музыкой и между, скажем, смыслом, Который я ожидала увидеть. Но вы жалеете об этом? Нет, нисколько. Что вы? Как можно об этом жалеть? Я побыла в Париже, я познакомилась с замечательными музыкантами. Ну, не вышел диск? Не вышел. Хорошо, зато у меня… Смотрите, какой багаж. А какой у меня муж, да? Да нет. Что я еще жалеть? Как здорово, Зоя. Тогда с вашим замечательным мужем просим еще песню, потому что лучше больше песен, так как вы это действительно замечательно делаете, лучше послушаем. Давай тогда… А, мы споем песню о музыканте. Ведь мы… Я же могу всегда считать музыкантов, но Слава, у меня музыкант большой. Слава – виртуоз музыкант. Да. О, я с вами… А вы замечательная поэтесса, это я могу сказать уверенно. Да, спасибо. Играл сонат у музыкант, душа летела в небеса, И каждый звук слезой дрожал. И в каждой ноте жил талант, А музыкант, сокрыв глаза, Он так играл, как умирал. Замерзлись стрелки на часах, Избилась ритма вся вселенная. Боже, как же он играл, Как же музыкант играл, Он будто летал. Клавиши белые, черные Трогали пальцы его. Все в этой музыке было, И боль, и любовь. Мой друг музыкант Играл сонат, он музыкант, Огнем наполнив каждый звук, Он сердце выжигал до тла. Мелодия, как бриллиант, У ней столько страсти, столько мук, И все же, как она светла. Музыкант, закрыв глаза, Играет целое столетие. И летит его душа, И летит его душа К свету, когда Клавиши белые, черные Продают пальцы его. Все в этой музыке Вечная и боль, и любовь. Играет музыка Музыкант, закрыв глаза, Играет целое столетие. И летит его душа, И летит его душа К свету, когда Клавиши белые, черные Трогают пальцы его. Играет музыка Все в этой музыке Вечно И боль, и любовь. Играй, музыкант, Шеви, музыкант, Дыши, музыкант. Спасибо, спасибо большое. Я живу, а значит, я дышу. Я дышу, а значит, я пою. А как вы, вот сейчас пришло время, Как вы нашли друг друга? Вы, где вы были? В Гомеле, да? Я была в Гомеле, да. Слава был в Москве. В Москве, да. Вы не знали друг друга? И как вы нашли? Потому что это что-то невероятное. Ну, Слав, расскажи. В Гомеле живет Астролог, женщина. Она составляет гороскоп, И моя сестра, Имея подругу, Которая посылала гороскоп, И моя сестра говорит, Вот, у меня есть брат, Надо вот, как бы так вот. В это время, Когда пришла заявка На мой гороскоп, Я об этом вообще не знал. В это время Зоя готовилась Как раз в Париж. И она пришла тоже к астрологу И узнать ситуацию, Как там сложится вообще Ситуация у нее. Астролог, когда увидела Наши гороскопы, Она вообще забыла, Почему к ней пришли, И зачем, и так далее. Она сказала, Вы должны быть вместе. И, ну, У Зои как бы в голове был Париж, скажем. Мне, в общем, тоже было как бы Там не до Зои, Потому что, ну, и до Гобеля. И Зоя пришла, Она говорит, Можно я хотя бы вам дам Телефончик? Она говорит, Нет, я звонить не буду, Мне это не надо, И все, и так далее. Ну, а потом, скажем, Я работаю всем. Мне только пришел гороскоп, И она говорит, Нет, 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 нет. У меня тоже было, Во-первых, я этот гороскоп Долго не читал. Потом, скажем, Я обнаружил вот такой вот Листочек с телефоном. И как-то мне так вот, Ну, как любому творческому человеку, Как-то вот вечером Как-то так взруснулась немножко, И так все, И мне попалась эта бумажка, Я думаю, Дай наберу. А оттуда такой приятный голос. Скажем, таким образом, Как-то мы общались, Мы перезванивались, Сначала там раз, Там в две недели, Как-то вот так. Потом там как-то чаще, А потом, ну, просто, Как-то у меня было свободное время, И мне надо было просто развеяться. Я думаю, Я вообще никогда не был в Белоруссии, Мне надо просто побывать в Белоруссии. Я вообще, Знаю, что это прекрасная страна, Скажем, и начнусь. Слава, самое главное, Вы увидели Зою. И? А вот это та история, Которая, скажем, Как мы встретились на вокзале. Да, и мы совершенно не понравились. Я сразу хотел запрыгнуть в поезд, А она хотела убежать с перона, Потому что она меня встречала. Что значит первое впечатление? Ну, совершенно. В общем, мы друг другу настолько не понравились. Ну, понимаете, Как в этом пероне судьбе? Ммм, оберзительно. Я так назад... Как вы мне не понравились, А вы мне как не понравились. Я назад, а проводиться так, Хлоп, у вас до Гомеля. Я говорю, А может быть до Минска? Мне все равно по Белоруссии. Я как бы готов. Давайте еще песню. Все, еще одну давай песню. Нет, может быть не одну. Ну, я думаю, что может быть... Еще пару. Хорошо. Как называется песня? Сейчас мы споем романс. Типичный такой, скажем. Это романс. Ну, чистый жанр романсовый, да? Да. Да? Да? Приезжали французы, И нас попросили написать романс. Да. И мы начали. Во французском стиле. Типа, да. Да. Горит моя звезда, В полночных небесах И свет ее лучей волшебных Едва заметен. Смотрю я на нее И слезы на глазах, Ведь за мою судьбу земную Она в ответе Звезда моя высокая Звезда моя далекая Огнем твоих невидимых лучей Обожена моя душа Но все же, как ты хороша Звезда моей любви Звезда моей печали Взбудется, не сбудется, Забудется, не стану на судьбу Гадать Вериться, не вериться, Все временем провериться, Затерпеть и ждать Порой моя звезда Прольет холодный свет И все мои печали Станут так Нестерпимы Изменчива она И вот уже светла И снова свет в душе И радости Я любима Звезда моя высокая Звезда моя далекая Огнем твоих невидимых лучей Обожена моя душа Но все же, как ты хороша Звезда моей любви Звезда моей печали Взбудется, не сбудется, Забудется, не стану на судьбу Гадать Вериться, не вериться, Все временем провериться, Затерпеть и ждать Звезда моя высокая Звезда моя далекая Огнем твоих невидимых лучей Обожена моя душа Но все же, как ты хороша Звезда моей любви Звезда моей печали Звезда моя печали Спасибо. А концерты у вас часто бывают? Нет. Редко, да? Я вот сейчас сижу как будто на замечательном концерте, правда, вы так это профессионально хорошо делаете, затрагиваете душу и очень радостно, что мы сегодня вас видим в нашей студии. Зоя, как-то я прочитал в интервью из ваших высказываний, эта молодость может себе позволить мрачно думать о жизни, а с возрастом все становится веселее. Да, было такое. Вы так, да, вы говорите? Ну, глядя на вас, мне кажется, в любом возрасте вы с такой радостью, с такой энергией. Где-то я сейчас такая радостная, а вообще молодость была очень такой мрачной девушкой. Правда, да, спросите те, кто знает, Лена там Казанцева, Ольга Залевская, я говорю, а-а-а! Нет, нет, глядя на вас и как вы... Большая работа была проведена. Вот опять возвращаясь к Славе, да, потому что настолько он направил в нужное русло вас, настолько это все правильно. Какие у вас творческие планы? Что у вас впереди? А, и как часто, я хотел спросить, как часто вы репетируете? Потому что у вас настолько все это отрепетировано до каждой мелкой, знаете, как в театре все... Нет, ну у нас вот на самом деле не все очень хорошо отрепетировано, но... Ну, репите, вот перед, скажем, какими-то... Тогда, знаете, что идет? Взаимопонимание настолько вы сделали... А-а-а! И Слава в это время... Нет, вот это есть, да. Мы друг друга чувствуем, это сто процентов. То есть, во всяком случае, мне со Славой очень просто, да, то есть вот эмоцию выдать какую-то... Или даже вот если я устала, или что-то такое, вот Слава садится, и он... И все, уже заряжаешься, и поплыву лебедем. Вот так вот. А вы как птичка такая сразу же, хух, воспрянула. Давайте время так быстро идет. У нас очень беседа, беседа замечательнейшая. Но неумолимо время, поэтому какую-то такую заключительную песню... Заключительная песня, да, она такая оптимистичная, несмотря ни на что. Как называется песня? Этот день. Вот здесь уже есть название. Этот день. Этот день будет яркий такой И в саду будет петь соловей. На душе будет мир и покой От улыбки хорошей твоей. Мой, милый, я прижмусь легонько, будто бы случайно к твоему плечу. Ай, как это глупо, ведь ты же все понимаешь. Ты улыбаешься, и вдруг так неожиданно, так порывисто обнимаешь меня. Мой, милый, с лепестками вишни, с запахом сирени к нам придет любовь. Этот день будет длиться сто лет. Будем мы начинать его вновь. Для любви невозможного нет. А у нас будет точно любовь. Мой, милый, все, что с нами будет, Будет так красиво, как весна, как свет. Какие глупые мечты. Хотя я все так ясно, я все ясно представляю себе. Вот я легонько касаюсь твоего плеча, Вот ты улыбаешься, и вдруг так неожиданно, так порывисто обнимаешь меня. Мой, милый, с лепестками вишни, С запахом сирени к нам придет любовь. Мой, милый, с лепестками вишни, С запахом сирени к нам придет любовь. Этот день будет яркий такой, В этот день будет небо в разлет, А вокруг будет мир и покой. Этот день, но ведь он же придет. Песня цветков Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, я получил такое огромнейшее удовольствие, что даже не могу это высказать, потому что действительно как будто побывал на каком-то таком моноспектакле, где играют настоящие талантливые актеры и супергениальнейшие музыканты. Спасибо вам большое. Зоя, я знаю, что у вас написаны книги. Сколько вы написали книг уже? Романов. Романов. Романов я написала три. И три издала. Нет, написала четыре, но издала пока три. Вот талантливый человек, он во всем, Слава, талантливый. Слава тоже направлял писательщик? Ну, Слава, он вообще по жизни учитель, поэтому да. Молодец. Я бы хотела вам подарить эти романы от чистого сердца. Читайте. Зоя, спасибо большое. Спасибо. Я обязательно их прочитаю, потому что так, как вы поете, я думаю, так же гениально вы пишете. Вам понравится. Спасибо. Слава, если можно, вот так положи, пожалуйста, туда. Дорогие друзья, в конце каждой передачи я для наших гостей и для наших телезрителей пою песню. Я хочу сейчас петь песню, которая называется «Второе небо». Это песня на стихи, единственная, ну, мало песен, я основной на свои стихи, музыка и стихи, да, это песня на стихи Леонида Пранчака. Вот. Слава, я очень прошу тебя подыграть. Мне это не так сложно, но если у нас получится трио, это будет здорово, потому что, ну, один это я один, а после того, как вы пели хорошо с музыкой, одна гитара будет бедной. Это опять же об авторской песне, что как можно, мы сейчас втроем попробуем делать. Попробуем, вот оно и будет. Второе небо. Твоя любовь морской волною Меня накроет с головой Я очарованный тобою В плену наивных сладких грез Земли не чувствую, а ногами Плыву над райскими садами Под солнцем и под облаками Среди дождей, цветов и звезд Второе небо – это там, где обитают наши души Иду по белым облакам Иду по небу, как по суше Второе небо – это там, где наши сыны колышет ветер Где нам светло, как облакам Что видят Бога каждый вечер Где нам светло, как облакам Что видят Бога каждый вечер Пириририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририр Не говори мне о печали Ведь я пойму ее едва ли Не шли мы, а умирали Когда не ведали любви Она придет, как вдохновенье Она не без благословенья Согрей дней твоих мгновенья И ночи длинные мои Второе небо это там Где обитают наши души Иду по белым облакам Иду по небу, как по суше Второе небо это там Где наши сыны колышет ветер Где нам светло, как облакам Что видят Бога каждый вечер Где нам светло, как облакам Что видят Бога каждый вечер Пириририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририририр Тихонечко уходим, уходим, тихонечко. Спасибо. Я не знаю, как было на выходе, но так было отлично. Дорогие друзья, Зоя, Слава, большое вам спасибо, что вы сегодня были у нас в гостях. Я действительно получил, мне кажется, тоже наши телезрители, огромнейшее удовольствие от общения, от вашего таланта, от вашего творчества. Сегодня у нас в гостях был замечательный творческий дуэт Зоя Гарина и Слава Коваль. Спасибо вам большое. Вы сегодня внесли такую замечательную яркую краску в авторскую песню. Мы вам очень-очень благодарны. Я думаю, что мы будем рады видеть вас всегда. Приглашайте. Спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо. Огромное спасибо. Доставленное нам тоже удовольствие. Спасибо большое. Дорогие друзья, это была передача «Под их струн» и я, ее ведущий Анатолий Длузский. Заходите на наш сайт, предлагайте авторов, исполнителей, которых вы хотели бы видеть в нашей программе. До новых встреч. Всегда ваш, Анатолий Длузский. Спасибо. 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 Спасибо.